Более 40 тысяч человек собрались в официальной фан-зоне Москвы, чтобы следить за финалом Чемпионата мира по футболу. Сборные Франции и Хорватии показали самую насыщенную событиями и моментами игру за последние десятилетия. Итогом матча стала победа подопечных Дидье Дишама со счётом 4-2. В прошлый раз они становились чемпионами ровно 20 лет назад, в 1998 году. Тогда команда «Трёхцветных» разгромила Бразилию со счётом 3-0. Болельщики радуются и благодарят россиян за чемпионат. «Это был хороший матч, сложно было обеим командам, и лучшая победила. Но я хочу похвалить хорватскую сборную, на этом чемпионате мира они играли действительно хорошо. Я также поздравляю Россию, которая организовала потрясающий чемпионат мира. Думаю, сегодня они сражались до конца. Но Франции повезло немного больше. Но мы очень ими гордимся. Они очень хорошо поработали, они боролись и выложились на 100%. Они герои, не важно какой счёт, они всё равно победители». В честь победы знаковые достопримечательности Парижа осветили цветами французского флага. В столице всеобщее ликование. Всю ночь болельщики кричали, взрывали петарды и танцевали. На Елисейских полях чрезмерная радость вылилась в беспорядки и стычки с полицией. Болельщики начали бросать в правоохранителей камни и другие предметы. Силы безопасности для разгона агрессивных фанатов применили слезоточивый газ. Пострадавших нет, сообщается лишь о разбитых витринах и повреждении оборудования съёмочной группы. А это празднование в центре Москвы, где проходил финальный матч. «Мы очень, на самом деле, рады тому, что Мундиаль состоялся в России, потому что это такое счастье. И Россия прекрасно подготовилась к этому чемпионату. И мы очень рады, что выиграли французы, потому что они заслужили то, что случилось. Мы реально за них болели. Очень классно всё прошло. Спасибо всем, кто приехал. Мы очень рады были видеть всех гостей. И приезжайте к нам ещё. Всё было супер». На третьем месте Мундиаля сборная Бельгии. В субботу она обыграла англичан со счётом 2-0. Следующий чемпионат мира в 2022 году примет Катар. Катар.